СПЕЦИИ И ТРАВЫ СПЕЦИИ И перец горошек. Изначально максимально мелко нарезаем кинзу. Можно воспользоваться блендером, а можно просто хорошо поработать руками. Вах, какой аромат! Кинзу убираем в сторону и теперь работаем в ступе. Нам необходимо измельчить чеснок и перец горошек. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Знайте, мужчины, что в ступе мы не только летаем, но и измельчаем специи. После в эту кашицу добавляем смесь из хмели-сунели, соли и сахара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Перекладываем массу в ёмкость побольше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А также добавляем томатную пасту. У меня 200 граммов томатной пасты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Уже вкусно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добавляем воду из расчета один к одному. То есть если я взяла 200 граммов томатной пасты, я беру 200 граммов воды. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И теперь самый последний ингредиент, без которого вы вполне можете обойтись, но для меня это самый важный ингредиент. Это красный лук. Почему именно красный? Потому что он менее острый, нежели чем обычный светлый. Мелко его нарезаем. И отправляем наш соус. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 3-4 часа, для того, чтобы все ингредиенты отдали свой вкус соусу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вот и сочный шашлык подоспел к ароматному соусу. Приятного вам аппетита! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА